395 день войны, израильский спецназ опять провел блестящую специальную операцию, теперь на территории Сирии, но видимо она была чуть раньше, просто не сейчас стало известно, там захвачен иранский шпион и это говорит об очень важных вещах, но я о них скажу чуть позже. Иран более-менее определился со сроками своей атаки, но там правда все равно временной лаг получается огромный после выборов, но до инаугурации в Соединенных Штатах, напомню выборы соответственно завтра, инаугурация 20 января, то есть в течение трех месяцев Иран будет атаковать, но ответ обещают совершенно сокрушительный и стало известно имя подозреваемого, которого обвиняют в утечке секретных данных из канцелярии премьер-министра. Мы об этом говорили с моим коллегой Димой Дубовым, видео лежит уже на канале, сегодня утром выложили, но мы когда его записывали, не было известно имя и кто этот человек, вот сейчас это стало известно и об этом я тоже соответственно скажу прямо в самом начале видео. Всем привет, меня зовут Сергей Услендер, вы на моем канале, об этих новостях и не только вам сейчас расскажу, в очередной сводке, не забудьте пожалуйста ее поддержать, нажмите на лайк, подпишитесь на канал, если еще не подписаны, подписка очень важна, оставьте комментарий, включите уведомления, финансовая помощь в виде донатов очень приветствуется, сердечко с долларом или надпись super thanks, это супер спасибо, платформа Patreon, ссылки на нее в описании, ссылка, и можно стать спонсором канала на YouTube. Спонсорство оформили уже человек 700, даже больше, это очень хорошо и огромное спасибо всем, кто помогает, всем, кто способствует продвижению моего канала. Ну начнем мы как раз с вот этого подозреваемого, еще раз напомню, вот на канале лежит интервью с Димой Дубовым, с моим коллегой, бывшим главным редактором 9 канала, он изучал этот вопрос и поэтому он рассказывал, о том, что собственно произошло в канцелярии премьер-министра, но имя подозреваемого не было известно в тот момент, когда мы записывали это интервью. Вот теперь оно известно, это Элиезер Фельдштейн, его назначили в начале войны в пресс-службе, в канцелярии премьер-министра есть пресс-служба, в пресс-службе его назначили ответственным за работу с военными корреспондентами, то есть такой пресс-секретарь по работе с военными корреспондентами. Он довольно долго служил в армии, с 2014 года и был офицером, прослужил там в течение 5 по-моему лет, если не больше, и закончил службу пресс-секретарем дивизии Иудея и Самарея, территориальная дивизия, которая отвечает за западный берег условно, в звании капитана, после чего вот ушел на гражданку и был, собственно, а, был пресс-секретарем у министра национальной безопасности Бенгвира и от Бенгвира перешел, соответственно, в канцелярию не Таньягу. Вот, кроме этого, известно вот что, в Шабаке и в Цахале после определенных публикаций в некоторых средствах массовой информации возникли опасения в утечке секретных данных, что эта утечка происходит откуда-то вот из правительства. Начали проверять и, вот, собственно, вышли на вот этого самого Фельдштейна. В чем там была суть, в чем проблема, точнее, с утечками этой информации? Напомню в том, что, как считают в спецслужбах, могли раскрыть источники этой информации, то есть их публикация могла раскрыть источник. Это очень такая распространенная история. В свое время Хрущев, что-то там сказав на встрече с американцами, раскрыл какого-то очень важного советского агента. Потому что, как это обычно бывает, вот этой информацией могут владеть условно пять человек. И не проблема установить, кто из них агент потом, в случае чего. То есть круг подозреваемых всегда очень узкий. Ну, короче говоря, по-прежнему действует запрет на публикацию. Так, основных подробностей. По-прежнему это дело расследуется. Последим за этой историей. И когда это чем-то завершится, расскажем. Там главная, как бы сейчас, ну что ли, интрига заключается в том, знал не Таньягу о том, что Фельдштейн сливает эту информацию или нет. Если знал, это абсолютная катастрофа. Если не знал, то есть, если знал, то есть, его ведомо это делалось. Это катастрофа абсолютная. Если не знал, то значит в канцелярии бардак. Кроме этого, очень важный момент. Этот человек имел доступ к информации, но не имел к ней допуска. Вот тоже очень важная история. Как так получилось, сейчас со всем этим будут разбираться. Пока никого не обвиняем. Есть подозреваемые. Дело расследуется. Смотрим, наблюдаем. Что касается операции в Сирии, то это дело происходило в Сайде. Это провинция Дараа. И туда проникли израильский спецназ Эгоззе и под прикрытием 210-й дивизии. Ну, 210-я дивизия развернута на Голанах. Она обеспечивала тыл. И, собственно, они проникли в Сирию. И выкрали оттуда, похитили Али Сулеймана Аль-Ааси. Он гражданин Сирии. И он работал на иранскую разведку. И занимался сбором данных о расположении и количестве сил израильской армии в приграничных районах. Каким-то образом вычислить. Тут что важно. Что, во-первых, израильская разведка способна вычислять иранских шпионов на территории Сирии. Он сейчас дает показания. Уже есть видео определенные его допроса. Где он как бы рассказывает, как его там завербовали. Как он работал на иранскую разведку. То есть, еще раз, израильская разведка способна вычислять иранских шпионов на территории Сирии. Израильский спецназ способен действовать на территории Сирии. Похищать там людей. Ну, естественно, подозреваемых или иранских шпионов. И вывозить их в Израиль. Это такой очень важный момент, который демонстрирует инструментарий. Который демонстрирует, что Израиль, слава богу, свои вот эти вот колоссальные разведывательные возможности оперативные не утратил. В результате этой войны, а наоборот, их развивает. Это очень хорошо. Что касается боевых действий в Ливане. Там продолжается операция. Все эти разговоры про то, что вроде как ее собираются сворачивать. На джип Микати, этот временно исполняющий обязанности ливанского премьера. Встречал с Самосом Хохштейном. Что-то они там обсуждали. Вроде как Ливан даже в одностороннем порядке грозится прекратить огонь. Но вся проблема в том, что Хизбалла как-то вот не соглашается. То есть осталось, как в том анекдоте, уговорить английскую королеву. Так вот, боевые действия продолжаются. Израиль выставил очень четкие и понятные условия. Вот эти условия перечислены. Вот вам списочек. Пожалуйста, езжайте в Ливан, езжайте в Иран. Куда хотите, езжайте. Условия будут выполнены, боевые действия прекращаются. Пока же, израильская армия уверенно формирует вот эту буферную стерильную зону вдоль границы с Ливаном. И вот если вы посмотрите на карту сейчас, вот она перед вами. Вот это красное пятнышко, красный кружочек в середине. Эта деревня называется Рмейх. Это христианская деревня. Так вот, она не тронута пальцем. Там ни одной форточки не выбито. Потому что Израиль четко и ясно дал понять, что христианские, друзские деревни и даже шиитские деревни, если из них не будет вестись огонь по Израилю, с их не было пусков противотанковых ракет, не стреляли ракетами, там нет объектов Хизбаллы, их никто пальцем не тронет. Пожалуйста, люди как жили, так и будут жить. Вот оно буквально и происходит. Соседняя с ней деревня Айта-Аш-Шааб. Это очень известный такой вот пункт базирования Хизбаллы. Там ее многочисленные базы находились и так далее. Там возились очень долго с этой деревни еще во вторую Ливанскую. Вот она практически сейчас полностью разрушена. Потому что под ней, буквально под ней, под всей деревней располагался один такой сплошной подземный бункер укрепрайон Хизбаллы. Там не знаю даже как правильно это назвать. Ну такая подземная база. Вот как в кино показывают, да, во всяких там фильмах фантастических или постапокалиптических. Вот это буквально оно. То есть огромной протяженности подземные объекты. Вот все это взорвано, уничтожено. Но соседняя с ней деревня Армиях стоит и как ни в чем не бывало. Израиль четко дал понять. Кто с нами не воюет, того пальцем не тронем. Кто воюет, тот будет долго плакать. Вот примерно так оно сейчас и происходит. Хизбалла, правда, надо сказать, продолжает обстреливать Израиль. Продолжает запускать беспилотники. Вчера опять вот весь вечер гонялись за этими дронами по всему северу. Опять ВВС в этом участвовали. Ну с этим мало что можно поделать. Но армейская статистика говорит о том, что процент сбиваемых дронов потихонечку начинает расти. То есть армия потихоньку приспосабливается к этой ситуации. Развертывают все новые и новые средства. Вот в том числе эти скорострельные пушки. Вот возможно используют уже лазер. Пусть в тестовом экспериментальном режиме, но используют. И с вертолетов приспособились их сбивать. Короче говоря, потихонечку дело налаживается. Но я думаю, что с этими дронами еще будет много неприятностей. Ракетные обстрелы плюс-минус удается отражать. Пока во всяком случае. Хизбалла не демонстрирует никакого желания идти на какие-то уступки и переговоры. Еще раз напомню, главное условие Израиля. Хизбалла отходит за реку Литани и начинаются там разговоры о ее разоружении и так далее. Пока же, пока до этого не дошло, Израиль в полном соответствии с военной наукой стремится нанести Хизбалле тяжелый и возможно непоправимый ущерб. Теперь ненадолго в газу перенесемся. Кстати, вчера был обстрелен Сдерот. Ну одна, по-моему, или две ракеты они запустили по Сдероту. Еще раз повторю эту мысль, ракетных установок в газе много. Они все готовы. Закопанные в землю трубы с ракетами, наведенные на определенные израильские города, на определенные участки Израиль. И запустить эту ракету никакой проблемы нет. Два проводка вот так подключить к аккумулятору и нажать на кнопку. Буквально. То есть вообще ни о чем. Даже, по-моему, там кнопок нет. Просто нужно вот замкнуть провода и ракета вылетит. И периодически это все будет происходить, пока вот окончательно там не зачистят весь сектор газа. Но до этого еще далеко. Пока же Израиль официально уведомил Организацию Объединенных Наций о том, что полностью прекращает сотрудничество с агентством БАПОР или УНРВА. То есть это агентство ООН по делам палестинских беженцев. Генеральный директор Министерства иностранных дел Блитштейн официально направил обращение в ООН, что полностью аннулируется соглашение между Израилем и БАПОРом. В частности, Израиль Кац, это министр иностранных дел, написал, что многие сотрудники БАПОРа участвовали в резне 7 октября. Они являются штатными боевиками Хамаса. По каналам БАПОРа поступает только 13% гуманитарной помощи. И БАПОР это не часть решения проблемы сектора газа, а часть самой проблемы. После уведомления сегодняшнего надо отчитать 3 месяца. То есть, грубо это там до конца января будет такой так называемый переходный период. И Израиль постепенно начнет прекращение контактов с этой организацией, если чего-то не произойдет. Что-то там не изменится, но то, что там ничего не изменится, это совершенно очевидно. Этот запрет распространяется на территорию Иудеи и Самарии, в том числе на Восточный Иерусалим. С начала войны Израиль нашел огромное количество доказательств об участии сотрудников БАПОРа непосредственно в резне 7 октября. Как боевиков, не просто как зевак там или не знаю там наблюдателей или людей отвечавших за логистику. Нет, как непосредственно убивавших и непосредственно похищавших израильских граждан. Кроме этого найдено огромное количество доказательств, что сотрудники БАПОРа являлись штатными боевиками Хамаса. Даже скорее, наверное, было бы правильно сказать, штатные боевики Хамаса являлись сотрудниками БАПОРа по совместительству. И там, и там получали зарплату и прекрасно совмещали эти должности. Вот поэтому Израиль вводит этот запрет. И надо сказать, это депутат Малиновская предложил этот закон, если я не ошибаюсь, в Кнессете. И этот, я когда-то ошибочно сказал в одном из предыдущих видео, что, дескать, это не, что нужно запретить контакты государственным учреждениям, а просто запрет БАПОРа типа ничего не даст. Так вот, я оговорился, это было неверно. Полностью законопроект включает в себя и запрет для всех государственных агентств, организаций, сотрудников, чиновников и так далее, имеющих отношение к государству Израиль. На полный запрет на общение с БАПОРом, с сотрудниками БАПОРа, с вот этим агентством. То есть, оно будет просто полностью изолировано, и оно на территории государства Израиль функционировать не сможет. И его сотрудники не будут больше получать дипломатические паспорта. Параллельно с этим, вот сейчас в Джибалии развивается ситуация. Там рядом с больницей Камаль Адуан, это действующая больница. Там двигался конвой Всемирной Организации Здравоохранения. Видать, перевозили туда лекарства, медикамент в больницу, и там произошел очень сильный взрыв. Пострадали пациенты этой больницы, пострадала сама больница и так далее. Операция проводилась, вот как я уже сказал, Всемирная Организация Здравоохранения. При сотрудничестве с координатором действий правительства на палестинских территориях. Есть такая должность. Вот к вопросу о том, что вот Всемирная Организация Здравоохранения. Официально совершенно тоже агентство ООН функционирует, сотрудничает с Израилем. Нет никаких проблем. И, в общем, взорвали этот фугас боевики. Пострадали и сотрудники этой миссии, и, соответственно, пострадали больные. Ну, в смысле, раненые, больные. Не знаю, кто они там были. В этой больнице, в том числе, шестеро детей. Ну, и по поводу Ирана. Надо не забыть сказать, руководство Ирана, значит, сообщило, ну, там много было различных выступлений. Пажескиян выступал, там и Хаминаи, и бог знает, кто еще выступал по этому поводу. Там всякие офицеры корпуса стражей исламской революции, высокопоставленные. Они все говорят о том, что ответ Израилю будет сокрушительным. И что он будет настолько мощным, что вот сионистское образование просто испарится после него. Буквально мы это уже слышали миллион раз и слышим это уже 20 лет к ряду. Но, тем не менее, они собираются применить якобы некое более мощное оружие. Не знаю, какое. Вроде как все виды ракет, что у них есть, они уже применяли, способных достичь территории Израиля. Может быть, что-то есть у них там в запасе. Опять же, посмотрим. Но вопрос сейчас в сроках, как это произойдет, точнее, когда это произойдет. Они говорят, что после выборов, чтобы не повлиять на результаты выборов. Потому что иранцы считают, что если они сейчас, собственно, сегодня или завтра атакуют, то это повлияет в пользу Трампа. А они Трампа побаиваются, прямо скажем, ликвидацию Сулеймани вспоминаем. Поэтому для них Камала Харрис это вот как бы приемлемый вариант. Хотя трудно сказать вообще, на самом деле, что для них приемлемый, что не приемлемый. Но, тем не менее, в общем, они не будут атаковать до конца президентских выборов, пока не определится, кто победил. Но до инаугурации нового президента. Еще раз напоминаю, выборы завтра, 5 ноября, инаугурация 20 января 2025 года. Соответственно, это порядка двух с половиной месяцев. Им остается на все про все, чтобы эту атаку провести. Но тут много ума не надо, для этого нужен один день, одни сутки. Пока, во всяком случае, ни американская, ни израильская разведки, во всяком случае, об этом не сообщалось официально, не фиксируют подготовку к атаке. Если речь идет о запуске твердотопливных ракет, напоминаю. То тут особой подготовки и не нужно, особого ума не нужно. Поэтому, об этом, кстати, пишет Wall Street Journal, что удар в ночь с 25-26 октября, который Израиль нанес по Ирану, очень сильно повысил риски для режима ИТОЛ. Потому что снес там приличное количество противовоздушной обороны, оставив Иран, по сути, голым с юго-западного направления. С того направления, откуда вот обычно действует израильская авиация. Поэтому, как справедливо написал, по-моему, Миша Бородкин в своем Oriental Express. Иранское руководство начинает напоминать человека, который пришел в казино, проиграл 50 долларов. Решил поставить 100, чтобы отыграться, проиграл 100 долларов. Решил поставить 300, проиграл 300. И вот так вот, 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 все, вот, вплоть до своих штанов он готов проиграть, только чтобы отыграться. Хотя, коню понятно, что он уже не отыграется. И вот этот такой момент. При этом американцы прислали сюда сейчас дополнительные силы. Я сейчас не говорю не об установках ТААТ, которые будут защищать Израиль в случае иранской ракетной атаки. А я говорю сейчас об наступательных вооружениях. В частности, сюда прибыли несколько самолетов Б-52. Стратофортресс. Вот так она называется. Стратосферная крепость. Это совершенно чудовищные самолеты. Крупнейшие в мире, да, стратегические бомбардировщики. Которые летают у американцев с 55-го года, кстати. До сих пор летают. Ну, проходят постоянно модернизации. Которые отличились еще в свое время во вьетнамской войне. Так вот, это в чистом виде наступательные вооружения. С высоты в 16 километров, будучи неуязвимыми для любой ПВО. Авиации иранцы не обладают. Они могут там наносить удары. И дело не в ковровых бомбардировках, которые им там приписывают. Да, они когда-то этим занимались в том же Вьетнаме или даже в Афганистане. Но сейчас они несут на себе другое оружие. В частности, например, 12 ракет JASM. С дальностью полета до 900 километров. Вот, представляете, 16 высота, 900 километров дальность. То есть, невидимые и неслышимые. Они могут каждый из них запустить 12 ракет. Каждая из которых, там по полтонны почти боевая часть, может уничтожить какой-то крупный серьезный объект. Поэтому, вот, американцы таким образом повышают вот этот фактор сдерживания. А может быть, как говорил Саша Гринберг в интервью мне, да, иронист, фактор устрашения. Пора уже перестать пользоваться словом сдерживания. Надо начинать пользоваться словом устрашения. Ну и последнее, что скажу по поводу ядерного оружия. Это, опять же, Wall Street Journal пишет, что на одном из мероприятий Рахбара, верховного правителя Ирана, Хаминаис, спросили, не пришло ли время поменять оборонную доктрину, которая не предусматривает наличие у иранского режима ядерного оружия. Там есть какая-то фетва, да, вот это религиозное постановление, которое написал, по-моему, его предшественник Хамини. О том, что, типа, ядерное оружие, это оружие дьявола. Кстати, эту фетву никто никогда не видел. Важный момент. Ее никто никогда не видел в глаза, но все верят в ее существование. Вот. И он ответил очень так обтекаемо, что все нужды страны в обороноспособности будут удовлетворены. Очень такой типичный ответ. Вот. Но, тем не менее, сейчас, вот как пишет, опять же, коллега, что в иранском информационном поле сейчас активно зондируют общественное мнение, активно вбрасывают вот эти вещи по поводу того, что нужно ядерное оружие. Что нам нужно ядерное оружие. Что вот Пакистан и Индия разработали ядерное оружие и взаимно друг друга сдерживают. Что Северная Корея, разработав и создав ядерное оружие, испытав его, создала такой фактор сдерживания против Южной Кореи и великих держав. И вот нам тоже нужно ядерное оружие. Ну, будем тоже следить за этой историей. Израиль много раз подчеркивал, что не даст иранскому режиму обзавестись ядерным оружием. Посмотрим, насколько это вообще будет соответствовать действительности. Спасибо, что смотрите мои видео. Не забывайте их, пожалуйста, поддерживать. Увидимся в ближайшее время. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok